Добрый вечер, дорогие друзья! Это программа «У Татьяны. Наша песня». Мой собеседник, композитор, который лично мне, ну, естественно, творчество его мне очень и очень нравится, мне импонирует его личность, многогранная, разносторонняя. Это Тарас Уевский. Здравствуйте. Тарас, я уже сказала, и я готова это повторить, потому что вы мне нравитесь тем, что вы человек очень многогранный. Поэтому мне интересно, думаю, что и нашим слушателям будет интересно, в какой семье вы родились, как воспитывались. Хорошо, прежде чем я все это расскажу, я хочу задать вопрос, который мы сразу не обговорили. Мы на «вы» или на «ты», чтобы я, так сказать, выглядел вежливым. На «вы»? Мы, я думаю, будем разговаривать на «вы», потому что у нас абсолютно официальная беседа. Все, все. Это для меня было важно, надо было сразу спросить. Хорошо. На «вы» и по имени, да? Да. Ну, что я могу сказать, вопрос очень опасный, потому что можно увлечься и начать рассказывать свою биографию очень долго, и уже никто не сможет остановить. Я попытаюсь избежать этого. Я родился в семье музыкантов, а дедушки были художниками. Ну, что я могу сказать? Мечтал рисовать, но поскольку мама пианистка, и она, так сказать, меня как-то так особо не спрашивала, и деваться мне было некуда. Поэтому я рисовал, тихо, скромно рисовал, с натуры, портреты, пейзажи, карандашом. Ну, так эти рисунки где-то и попали. А потом я пошел в музыкальную школу. Да, папа – композитор, мама – пианистка. Ну, вот так, если коротко. Два дедушки – художника. Один, господи, боже мой. Один, да, оба воевали во Вторую мировую войну отечественную. Один погиб, другой пришел, так сказать, и я его видел. И все, и бывал в мастерской, запах краски, картины. Вот это все для меня осталось. У меня теперь, у меня дома, где я работаю, у меня стоит мольберт, уже мой. И он просто так стоит. Иногда я что-то там даже могу порисовать для себя. Но этот мольберт меня вдохновляет. Ну, вот так. Тарас, ну, как же удивительно. Мы с вами общаемся не так мало лет. О том, что вы музыкант, а то, что вы композитор, я знаю хорошо. О том, что вы литератор, я об этом тоже знаю. Но то, что художник, я вот, по сути дела, слышу впервые. И скажите, пожалуйста, а в конце нашей беседы сможете показать, что-то из своих родителей. О, ну, для этого я должен выйти из кадра. И что-то такое, ну, да. Ну, в принципе, да, неожиданный вопрос, потому что у меня нету под рукой этого ничего. Ну, есть на моем сайте, в принципе. Это как-то, наверное... То есть я могу показать, да, могу. Но для этого это надо сделать паузу, и, наверное, что-то такое. Ну, хорошо, мы до конца, как у нас пойдет. Я даже не знаю, как это технически скопировать с сайта и здесь показывать. Да, просто так. Как-нибудь мы это... Просто камера показать. Это не такая картинка, это может быть чуть побольше или еще что-то. Ладно, в общем, подумаем, как этот вопрос решить. Есть. Ну, то, что было сказано, что художник и литератор – это слишком громкие названия. Это все для себя. Это все скорее, ну, так, досуг. Мой досуг. Я как бы получаю от этого удовольствия. Иногда, как мне думается, может быть, удачный вариант. Иногда нет. Ну, как у любого человека. Просто я так немножко люблю этим заниматься. Ну, конечно, я не могу себя профессионалом назвать в этой области. Да, понятно. Здравствуйте. И теперь, вот, когда я слушаю ваши произведения, ну, чаще всего мне приходилось слушать хоровые. И я для себя, вот для себя, я отмечала, что у вас какая-то поразительная, гармоничная такая способность сочетать традиционные какие-то вот такие приметы академической музыки сочетать с современным мышлением. И причем вы это делаете настолько органично, что тут нельзя разделить. Вот это что-то современное, это что-то старое такое устоявшееся, а это что-то новое, это вот прямо вот так, это острое, выпираете и так далее. Я для себя отмечала, как то, что мне невероятно приятно слушать ваши сочинения, я чувствую то, что я уже знаю, и что-то вы всегда показываете новое. И когда я недавно вот посмотрела, тоже, ну, естественно, в интернете, где я могла еще посмотреть, что вашими педагогами были Хреников и Денисов, я подумала, может быть, это влияние каждого из них. Поэтому у меня вопрос, какое образование вы получили? Ну, естественно, музыкальное решение. Школа, это ЦМШ, я закончил ЦМШ, и потом, ну, Московская консерватория. В консерватории действительно, если говорить о композиции, я учился у Тихона Николаевича Хреникова официально, и у Денисова неофициально, поскольку он не преподавал тогда композицию. В то время он еще композицию не преподавал. Не было такой возможности. Поэтому, но уникальный случай, Тихон Николаевич никогда не обижался и не запрещал посещать классы любых мастеров композиции. Это такая черта удивительная была, помимо других прочих. И поэтому многие его студенты, если хотели, могли пойти послушать что-то такое. Денисов, да, мне было очень интересно, поскольку это совсем другой мир, совсем, так сказать, другая какая-то вот, ну, другие техники композиторские, да, я с удовольствием. То есть и так, и так, может быть, это и отразилось. Конечно, каждый из этих мастеров оставил какое-то сильное, яркое впечатление. Ну, просто мне что-то интересно. Потому что я для себя, ну как, мы слушаем, мы обмениваемся, да, мнением о тех, о той музыке, которую мы слышим. Но я для себя вот составила, ну, вот для себя составила вот такое мнение. Ну, как же можно вот так опираться на истоки, и как же можно показывать что-то новое? Потому что очень много слышат сочинений, или новое там преобладает, и оно немножечко так это, ну, некомфортно, или такое старое, что уже тоже хочется слушать. А у вас необыкновенно вот это органичное взаимопроникновение, причем, естественно, на основе собственного стихи. Что я еще заметила в вашей музыке, и то, что знают, конечно, все? Необычайное жанровое разнообразие. Вот скажите, пожалуйста, почему вы можете и то, и это, как это так сочетается? Ну, потому что это все интересно. Мне это действительно интересно. Ну, между прочим, и песни есть, и романсы, и есть, как известно, и хоровые, и инструментальные произведения. Действительно, есть такая особенность, ее отмечают частенько. Такой широкий, как бы, жанровый, как-то сказать, охват, что ли, или круг интересов довольно широк в этом плане. Ну, может быть, я иногда работаю в кино, как-то было время, часто работал, и там надо было все делать. Там надо было и песни писать, и все такое. Может быть, это немножко так, как бы, я даже не знаю. Я не знаю, как это, просто это моя природа такая. Мне это все нравится, поэтому я делаю. Так, вам все нравится. А теперь, если вы узнаете, немножко подробнее о своей симфонической музыке, о камерной, о, допустим, электронной музыке, ну, расскажите немножко, посвятите нас. Ну, разумеется, симфоническая камерная музыка, это все, начало было в консерватории, так сказать, оттуда все идет. А вот электронная музыка, я когда узнал, что в союзе композиторов есть возможность, так, что-то такое пропала картинка, или ничего, или мне продолжать. Картинка исчезла. Танечка, исчезла картинка. Мы в эфире? Пропал звук. Так, момент. А, все, звук опять появился, да? Потому что исчезла картинка, я остановился. Мы в эфире, да? Да-да-да, мы в эфире. Да-да-да. Когда я узнал, что есть возможность поучиться электронной музыке, Анатолий Киселев, это, так сказать, был инициатором этого, разумеется, Эдуард Артемьев, вот такие люди как бы создали электронную комиссию при союзе композиторов. Это было очень интересно, это новый мир, это новые образы звуковые. Кстати, я заметил и по себе, и по другим авторам, кто соприкасался с электронной музыкой, он немножко расширял свой, как бы, кругозор, и это отражалось и на инструментальной, на симфонической, на хоровой. Полезное такое взаимодействие происходило. Вот, так что, таким образом, ну, чтоб, у меня сейчас четыре симфонии, хоровые произведения, оперные есть произведения, да, в основном камерные, потому что, наверное, я сяду и напишу, если Боженька даст, как говорится. У меня нету контакта с театром, поэтому писать без театра, оперное произведение, я, как бы, ну, пока еще не делал этого. Ну, если не будет театр, то я напишу, пусть себе будет такой. Вот, тоже, кстати, театральная музыка в жанре опера, и балет мне тоже очень интересует. Вот камерные оперы, если они демонстрировались, кстати, в Союзе композиторов, и на фестивале, Мелихова опера о вреде табака. Замечательный там пел, исполнитель у меня был, Илья Ушуму, вот он, и остальные прекрасные, так сказать, все. Это был интересный очень опыт. Вот я не знаю, как рассказывать, мне проще показывать, а рассказывать о музыке, ну, не знаю почему, труднее. Труднее как-то. Ну, например, я могу говорить о музыке, ну, как могу, уровень мы сейчас не обсуждаем, а вот написать что-то я совсем не могу, хотя, будучи на теоретическом факультете, нас учили чему-то. Ну, это без толку совершенно. Так нам, конечно, какие-то данные. Ну, если это не за ноты. Нет, это колоссальный опыт. Написать хотя бы две ноты, это уже сразу другой человек, это сразу понимание чего-то нового. Я хочу сказать о мышлении. Мышление исполнителя и мышление композитора совершенно разное. Когда я был исполнителем, я просто не воспринимал современную музыку, было там в детстве, еще что-то такое. Мне казалось, ну, вот, классика, все, что еще надо, чего они там какие-то там нотки пишут, мне непонятные. Все. Как только я вошел всерьез, так сказать, начал заниматься композицией, переформатировал все сразу. Это я понимаю. Поэтому я могу понять и исполнителя, и композитора, потому что и тем, и тем, и тем был. Я играл на скрипке, я играл на флете, я занимался вокалом, учился даже в Гитисе немного, и по сцене ходил, и пел, и играл, и все через себя пропустил. Ну вот. И в оркестре играл, и в ансамбле, а потом писал для этого всего. Поэтому я могу вспомнить что-то очень ценное, которое было с детства впитано. Вот так вот. Читаю, наверное, слишком много об этом рассказывал. Условия нашей программы не позволяют нам пройтись, а так бы, если бы была у нас студия настоящая, я бы вас попросила, как актер, пройтись, а может даже что-то сыграть. Но мы это пока оставим за кадром. Теперь скажите мне, пожалуйста, такую вещь. У вас много наград за ваши композиторские работы. Какая-то вам больше дорога, или все они разные? Ну, я не могу сказать, что у меня так уж много. У меня, ну, нормально. Я иногда участвую в конкурсах. Мне это нравится. Тоже свой азарт какой-то есть в этом. Какая дорога, да я не знаю, все по-своему дороги. Может быть, вот было исполнение необычное для меня скрипичного концерта на конкурсе имени Петрова. Все-таки в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии исполнится это событие для меня. Вот. В плане исполнения это было, да, действительно. Ну, и другие, и хоровые какие-то конкурсы тоже интересны. Особенно, когда после этого исполняют разные коллективы. Я не могу выделить ничего. Каждый конкурс по-своему хорош. Поэтому хочется даже еще где-то поучаствовать. Наверное. Может быть. А, еще интересно. Конкурс Московской консерватории вот был совсем недавно, по-моему, в прошлом году, в 22-м, на лучшее произведение для трубы. Сначала для контрабаса я писал это еще годом раньше. У меня для пяти контрабасов есть это произведение. Это консерватория устраивает ежегодный конкурс. Замечательно. Было интересно. А для трубы почему интересно? Потому что это произведение для конкурса исполнителей. То есть то произведение композитора, который побеждает, для всех исполнителей становится обязательным. И мне удалось посидеть на первом туре и послушать в разных вариантах вот эту вот мою пьесу, которая там у них стала. Это было очень интересно. Это очень необычно. Вот так сидеть и слушать, сколько там 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, и каждый играет эту пьесу, каждый по-своему. Очень необычно. И очень интересно. Да, удивительно. Тарас, вот такой, ну, немножко, ну, я не знаю, я надеюсь, что это не странный вопрос, а вот у вас очень много сочинений, самые разные, мы об этом, ну, чуть-чуть, да, затронули эту тему. Как вы воспринимаете мир? Как я воспринимаю мир? Ну, интересный вопрос. Он настолько какой-то глобальный, как я воспринимаю мир. Ну, во-первых, как любой человек, наверное, а как автор, наверное, еще плюс какое-то свое... Вот говорят, что актеры это люди без кожи, да, то есть они настолько чувствительны, что, в общем, такие байки про актеров ходят. Так я хочу сказать, что композиторы еще более без кожи, они еще и без всего, вообще, одни нервы только. Только они люди тихие, не такие, как бы, все выплескивают в своих произведениях, а так чаще ведут себя спокойно и даже молчаливо. Вот, вот, это актеры. Это, ну, да, актеры тут, да, люди без кожи. Сейчас мы тут. Вот, да, да, это как воспринимаю мир? Ну, как, вот так воспринимаю. Как бы, есть вещи, которые очень беспокоят. И эти вещи можно назвать одним словом – боль. Есть вещи, которые очень радуют. Моменты какие-то счастливые. Бывают, как, наверное, у любого человека. Это не перманентное счастье. Потому что те люди, которые постоянно счастливы, они, по-моему, живут за высокими заборами, да, потому что это тоже тяжело такое. Какие-то мгновения, если такие-сякие, все, как, как мне кажется, норме. Хотя это надо спросить у моей жены, насколько это в норме. Быть женой композитора, ого-го. Да. Вы знаете, а мы спросим. Я думаю, несложно пригласить ее, и можно поговорить и с ним. Ну, да, но это надо заранее, она не любит таких экспромтов. Это же надо как-то привести себя в порядок, еще что-то, чтобы в домашней одежде рассердиться, скажет опять эти какие-то экспромты происходят. Спросим, спросим. Спросим обязательно, потому что я, когда начинаю вот, ну, допустим, с героем программы разговаривать, получается так, что мы все-таки беседуем неоднократно. С некоторыми, очень часто, с некоторыми, допустим, день рождения, ну, складываются определенные традиции. Вот, потому что у меня тоже не очень большой круг общения. Мне нравится говорить с теми, как вы сказали, с кем интересно. Вот с кем мне интересно. Если мне интересно, я разговариваю. А не от того, что это нужно кому-то или там что-то должно здесь и так далее. Тарас, что я еще хочу сказать? Вы проявили себя как литератор. Вот какие, ну, что написано словами, литературно, расскажите, пожалуйста, и почему? Ну, в какой-то момент, наверное, я понял, что любое творчество, любое творчество, будь то художник или литератор, или музыкант, имеет один корень. То есть, все произрастает, как бы, из какого-то одного такого центра информационного. Я не знаю, как это назвать поудачнее. У меня даже иногда у меня есть такие произведения стихотворения, музыка, картина, даже такое есть. Я думал сделать цикл, но пока несколько таких вот композиций есть. Мне нравится говорить об одном и том же разными способами стихотворения и об этом же звуками. Любопытно, просто интересно. Но, опять же, интерес. Интересно, не знаю, я нигде не учился как литератор, тем более, как художник. Не было такого. Просто такие, как бы, желания. Я их иногда воплощаю, и музыка мне в этом помогает. Я считаю, что... Вообще, у меня было такое, когда я был помоложе, немножко такое ощущение, композитор может все. Раз ты композитор, ты вообще можешь. Ну, балет, конечно, поздно, но, в принципе, все, что угодно. Даже в балете можешь кувыркнуться, когда еще. Потому что ты композитор уже. Композитор – это волшебная профессия. Это потрясающая профессия, скажу вам честно. Я не знаю, более непонятной и удивительной профессии. Потому что вот ничего нету, да? Художник, он может на терморт нарисовать. Я не знаю, сейчас говорить, или вроде как звук пропал. Поставить на терморт, яблоко, еще что-то там, да, цветы, и дорисовать. Так. У нас пауза, или куда ждешь эту сумму. Танечка, меня слышно, меня видно. Пропала картинка. Картинка появилась. Просто когда пропадает... Ничего страшного, она появится. Мне прощать. Звони телефон – это рабочий момент. Так что, давайте продолжать. Вы, Тарас, настолько интересно говорите, я такого еще не слыхала от композитора. Так вот, я не знаю, на каком моменте прервалось это все. Я хотел сказать, что художник может нарисовать на терморт, конечно, он вложит в это что-то свое, если он действительно художник. Он не просто яблоко нарисует, бутылку там, и нож, еще чего-то, а он это поставит, он внесет в это что-то, он не просто скопирует. Даже если скопирует, это уже интересно, но если это большой художник, он сделает так, что оторваться будет невозможно, но это будет на основе конкретных каких-то вещей. Ну, у литератора, наверное, тоже немножко есть какие-то подсказки в жизни, еще что-то, я так думаю, хотя здесь уже как это. А вот у композитора ничего нет. Просто пишет ноты, да еще это же шифровка, это же не каждый разберет вот то, что он написал, пока не придет исполнитель, и не исполнит. Это очень интересный, сложный путь. И, казалось бы, со стороны, из ничего, вот просто, вот мы сидим, да, но в это время я же еще могу и молоку писать, да, или какие-то, может крутиться что-то, и можно что-то услышать, поэтому многие великие композиторы блокнотики с собой носили, что-то записывали, это определенная связь какая-то вот с каким-то интересным, тонким миром. В общем, лучше даже не болтать об этом, потому что это что-то такое, ну, такое необычное волшебство какое-то. Да, лучше помолчи об этом. Вот, не суеверие, скажем. Об этом мы помолчим, но я должна сказать, что, ну, если вы помните композитор Валерий Дьяченко, вот он, ну, помните Валеру, да, он в конце жизни написал очень интересный чин за упокой, большое такое духовное сочинение, и когда мы с ним об этом рассказывали, это потрясающее совершенно сочинение, причем мало похоже на то, что он писал раньше. Так как я о нем писала какой-то очерк, ну, как бы я была, ну, неплохо, я считаю, знакома с его творчеством, и я у Валеры спросила, значит, как тебе удалось такое написать? Он говорит, это не я писал, мне диктовали, и я писал. Вот у него было такое ощущение. Я часто слышу про великих композиторов, про Моцарта, который говорил, я не имею никакого отношения к своим произведениям, только успеваю записывать. Это такая есть вещь, может, кто-то действительно у кого-то, бывает так, что композиторы, или любой автор, вдруг целиком видит это произведение или слышит, или что-то такое случается. Я не знаю, может, у кого-то часто, у меня крайне редко, потому что у меня работа идет такая, как бы, каждый шаг прорабатывается, но бывает, вдруг, что-то такое сразу. А бывает, как фотография, местами, вот здесь проявилась, там проявилась, там, 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 а здесь у человека, видимо, какая-то напрямую связь произошла, вот, с чем-то таким необычным, и вот ему такой подарок он получил. Это большая удача для автора. Я передаю слова, потому что это было незадолго до его смерти, и я, конечно, это запомнила. Ну, хотя, по сути, я не согласна с этим. Это весь его творческий путь, все его метания, все его профессиональные, я не знаю, старания, успехи, не успехи, привело к тому, что в конце жизни он написал вот такое, ну, потрясающее слово. Ну, ведь вы хорошо, как говорите, знаете его творчество, и сами говорите, что произведение выделяется из ряда написанных им произведений, да, это какое-то особое произведение получилось. Если так, то можно поверить его словам. В какой-то степени или на все сто процентов может вот такое получилось чудо. Вообще, профессия композитора, она такая, ее много таких вопросов, на которые даже не знаешь, как ответить. И в этом прелесть. прелесть. Нет, просто профессия не познанная, это абсолютно точно. Потому что, ну, я музыковед, допустим, я словами могу описать. Здесь громко, здесь стих, а ну, как-то, да, я поэтично постараюсь это сделать. А по сути дела мы не понимаем, что происходит и почему это так произошло. Самое интересное, что, слушая одно и то же произведение, каждый человек что-то свое слышит и видит даже. Визуальные образы могут возникнуть, еще какие-то ощущения. И у каждого свое. Если так немножко в шутку перевести, то кто-то может зеленую лужайку увидеть, а кто-то бифштекс увидеть. И тот и другой будет прав. Вот что самое интересное. Вот это вот. Ну, если говорить о том, что композитор как бы не совсем распоряжается своим талантом, своей волей и тут, то да и сё. Вот сейчас возникает вопрос, который я не могу не задать, потому что я сталкиваюсь постоянно. Вы не боитесь, что искусственный интеллект или нейросеть заменит вас? Нет. Я не знаю, как он может заменить. этот искусственный интеллект делает человек. Правильно? Он же не... Откуда он берется? Человек и программист или как эти люди называются, программируют определенные схемы и еще что-то, программы и вкладывают, так сказать, ну, в компьютер или как это называется. И чем сложнее, интереснее эта самая структура вся, компьютерная, тем интереснее искусственный интеллект. Вот. Ну, потом из серии из серии этого вы не боитесь, что электронная музыка заменит живых исполнителей. Не боюсь, потому что живых исполнителей никто никогда не заменит. Та энергетика, которая исходит от живых исполнителей, не может сравниться с электронными звучаниями. Там другая энергетика, свой мир. Ну, и то, и другое может существовать и не и вместе это все может быть. Ну, я не вижу здесь никакого, может, что-то не заметил. И слава богу, вряд ли, вряд ли. Нет, это все рукотворные дела. очень интересный ответ, потому что недалеко вчера вечером я писала другого композитора, вот, и он сказал, что боюсь. Ну, может быть, он боится, может быть, он больше меня знает, разбирается в каких-то схемах, может, программист какой-то, да, по образованию или что-то такое, и он видит перспективу какую-то большую, но все равно эту перспективу, ну, что эти роботы пойдут, как в фантастических романах и завоевывают мир. Ну, не знаю, не знаю, ну, так и надо человеку, если он такое создает, не думая, что же поделаешь. Ну, вряд ли, ну, вряд ли, ну, не знаю. Аня, немножко подробнее расскажите мне о ваших песнях. Песни? У меня были очень хорошие исполнители, я очень рад, что я встретился с такими людьми. Тамара Гверцетели пела мои песни, Ренат Ибрагимов, они пели вместе до этого, мы каждый отдельно. Ну, из актеров Сергей Безруков, его отец Виталий Безруков когда-то тоже исполняли романсы. Это все связано с кинематографом, потому что нужно было для кино. И, может быть, я сам даже говорил режиссеру, а вот здесь, скажу, мне хотелось написать это. И я понимал, если я напишу, если это подойдет, то это будет исполнено. А так просто писать песню, нет, ну, можно, конечно, надо быть связанным, песенное творчество это тоже то, на что надо положить жизнь, мне так кажется. Это очень достаточно серьезно. Это свой талант, почему так много, ну, не так много, а достаточно людей даже без образования, ну, пишут песни и как-то вот в песенном жанре себя реализуют, потому что это особая линия тоже, особый талант. Конечно, хорошо, если они себя как-то образовывают, потому что тогда они лучше развиваются, ну, наверное, как-то более интересные результаты. Да, песня, ну, песня это своя жизнь, что я буду вам рассказывать. Нет, просто интересно, потому что мы в нашей программе, она называется, ну, как бы посвящена песне, но к нам приходят такие люди, которые работают в самых различных жанрах, и поэтому мы, конечно, говорим не только о песне, поэтому я вас спрашиваю и осень произведения хеопедии. Интересно, еще одно, я вспомнил, это можно назвать же, это же песня, колыбельная песня, да, первоначально это было для театрального спектакля, исполняла очень необычная актриса, это бывшая супруга сына Высоцкого, и там ребенка, ну, это неважно, это уже такие детали, как бы я не должен может разглашать, но она очень необычная какая-то, она уехала из Москвы, как-то ее, я помню, что псевдоним у нее Парис, Парис, она себя взяла, хотя у нее, так это было давно, что ее, как ты, имя не могу вспомнить, но она пела и танцевала, это, то есть, можно было слезами облиться, потому что там сюжет такой был, что у матери ребенок умер, и вот она, а ребенка нету, и она вот качает умершего и поет ума колобильное, я не знаю, я просто, при этом еще какая-то хореография, это что-то такое было фантастическое, но была постановка и ну, один-два раза это прошло, поскольку это камерное что-то такое, в союзе композиторов было еще, в театре около Станиславского это было, а потом люди уехали, как говорится, из России, по-моему, в Киев, я не знаю, я не знаю, что там такое, и потерялась связь, а колобильное осталось, и потом эту колобильную спела моя супруга, и эта запись тоже есть, совсем по-другому, совсем другой там получается история, уже снят такой вот, вот это вот все, нагрузка, как бы театральная и вот этот сюжет, просто, как мне кажется, вот такая песня еще есть, но есть песня для хора, Плесовая колобильная, а это мы уже знаем, это мы уже слышали, ну это такая, как бы, да, шуточная, но для меня дорогая вещь тоже, но это другая вещь, что-то, пробили. Вот есть ваша парадоксальность, что вы умудряетесь даже вот такие несовместимые вещи совместить. Нет, ну почему, это жизнь, это нормально, у меня все-таки, извините, дети, и я тоже, когда они были маленькие, убаюкивал их, я прекрасно эту ситуацию знаю, когда маленький ребенок, ему не хочется спать, его убаюкиваешь, потом смотришь, что сам засыпаешь, он у тебя на голове прыгает, вот отсюда, и такая колобельная, все, ничего, ничего искусственного, никакой такой, я это утек и тут же реализовал, мне показалось, это любопытно, такая вещь. Ну, это в какой-то мере смыкается с тем, о чем я говорила, что вы традиционность очень легко, не то, что легко, очень органично, гармонично, как вы сейчас сказали, жизненно, что это сама жизнь, что это вы даже вот смотрели и превратили в творчество, у вас это получается, на московской осени в этом году мы приглашаем вас участвовать в песенном концерте, кто исполнит ваши песни? Какое интересное предложение, неожиданно, реально ли это шутка, ну, интересно, хорошо, у меня есть песня, которая никак не может исполниться, но никак она не может исполниться, нету исполнительницы, а даже фонограмма есть, я бы с удовольствием ее исполнил, если есть женская, так сказать, то есть они есть, но где они, эти самые певицы, я пробовал, чтобы Катя, моя жена, спела, но у нее другой голос, она не эстрадная, мне нужно, чтобы там определенный тембр, вот, поэтому есть песня неисполненная, которую бы, я хотел бы, чтобы она была, или что-то, я подумаю обязательно, если есть такая возможность, поучаствую с удовольствием, это у меня будет очень интересно, и надеюсь, что будет интересно еще кому-то обязательно, огромное спасибо за приглашение, при свидетелях, я это запомнил, зафиксировано, потому что мы планируем два песенных концерта, и, конечно, мы приглашаем интересных, хороших композиторов в наш концерт, я подумаю, может, даже специально что-то напишу, как это. Подумайте, для нас это будет дискартизм. Хорошо, хорошо. Раз, вопрос не очень, неплохо зашел сюда, так сказать, уже есть интересное предложение. Еще один вопрос, который многие, конечно, не любят, каковы планы? О планах никогда не говорил. Действительно, не то, что вот не люблю, я сейчас скажу, что такое, что за вопрос, нет, не люблю, потому что есть очень правильная такая, как бы, установка. Если еще что-то не сделано, лучше это не проговаривать, потому что выйдет эта энергия, запал, и так на словах это и останется. Есть. У меня есть то, что я очень хотел бы написать, просто вот такие вещи, которые, если получится, я подумаю, что вот я выполнил такое хорошее, хорошее свое. Если умолчу, ничего не говорю, даст Бог случится это. А в такие планы, провести хорошо московскую осень, ближайший план, провести хорошо концерт 12 мая, где будут струны, оркестр, впервые я с этим коллективом встречусь, из Твери, интересно, да, вот такие, как бы, ну, ближайший, ближайший план. Да, конечно, московская осень, это самое такое, пока что, да. Нет, московская осень, это как бы понятно, потому что мы все готовимся, мы готовимся не один день, а, ну как, ну, в течение какого-то длительного периода. А 12 мая, кто за концерт? 12 мая будет, как же это называется, афиша висит и в ВКонтакте, и в Фейсбуке, и будет вывешена в Доме композиторов струнный оркестр из Твери, а дирижер Андрей Кружков. Только мы общались, разговаривали друг с другом, как бы, мне очень понравилось это общение, я посмотрел в интернете, как он что-то исполняет, тоже мне понравилось, я надеюсь, что будет интересный концерт, там будет звучать музыка Рахманинова, будет звучать музыка двух еще композиторов Виноградова и Сережи Жукова, три ныне живущих композитора и два произведения Сергея Васильевича Рахманинова. Ну, по-моему, хорошая компания. Да ничего, нормально, да. Компания хорошая, да. И Рахманинова пригласили, значит, по-моему. Да, Рахманинов, это... Вот удивительный, конечно, композитор. Удивительный, и сколько времени прошло, это всегда будет звучать потрясающе. Причем он, ведь он работал тогда, когда уже авангард вовсю раскручивался, да, рядом с этим были какие новые открытия, а он работал в своей какой-то вот своем русле и что? И звучит, и радует людей, и такая глупость, ну что я буду рассказывать, что у Рахманинова не слышали? Потрясающе. А сколько было сомнений у этого человека, он сомневался в себе с таким потрясающим природой. И даже в бытовых вариантах рассказывают о том, как он запомнил концерт, знаете этот случай, да, пришел к его педагогу. А студент, я не помню, или фамилию, я имена плохо запоминаю, и показывает свое какое-то произведение для фортепиано или концерт или что-то такое. А попросил этот педагог Рахманинов посидеть за дверью в другой комнате. Сыграл, все сыграл, а потом выходит Рахманинов и ноты в ноту все повторили. Это что такое? Это какая-то потрясающая память, слух, это все на вот таком уровне даже. Плюс, ну что бы говорить, гениальный человек. Я рассказал этот случай как-то так, общо, без фамилии, это очень известная вещь, и люди знают, кто там присутствовал. так что у нас история очень интересная, культура замечательная. Рахманин уже во всем мире и в Голливуде, Рахманин, господи, это боже мой, звучит и звучал и будет звучать, если говорить даже о киноиндустрии. индустрии. Да, до сих пор. Так, просто я могу говорить, это настолько интересно, надо меня направлять, чтобы я, так сказать, не разболтался в какие-то... Какой следующий вопрос? Нет, я бы наоборот хотела вас разболтать, потому что вы отвечаете очень коротко, очень лаконично, но настолько интересные, ну, нетрадиционные вещи говорите, у вас настолько свое мышление, что, ну, это очень... Я иногда, у меня есть такие любительские афоризмы, и я заметил, что в последнее время меня немножко напрягают люди, которые увлеченно и долго говорят. Я не знаю, почему, но, наверное, когда долго, поэтому стараюсь кратко излагать свое. Это афоризм такой, увлеченно долго говорящему, покажи кукиш. Вы знаете, он не среагирует. Есть люди? Я очень люблю Игоря Исаевича Голубева, люблю, любила его творчество, мы с ним работали недолго, но это был просто замечательный период, я всегда это вспоминаю, потому что он был очень деловой, несмотря на свое многословие. Так вот, иногда он что-то говорит, рассказывает, я уже давным-давно все поняла, и говорю, Игорь, ну, и сообщай об этом, что Игорь, я поняла, да-да-да, я там сделали, ну, что-то я уже как-то я отреагировала. Он говорит, нет, я не закончу. Молодец, его прекрасно помнят, обьятельнейший, интеллигентный человек, да, помню его, вспоминаю с удовольствием, общение с ним. Да, ну, вот просто вот вы сейчас заговорили, я вспомнила, что если у Игоря была какая-то мысль, он должен изложить ее до конца. И мое мнение его совершенно не интересовало. Ну, значит, он хотел сказать что-то очень значимое и важное. Ну, он-то, это его мышление, он так строил, он, значит, должен был сказать все. Ну, хотя, по сути, уже там, допустим, все было ясно. Ну, это где-то. Значит, такие люди ценные, надо кукиш держать в кармане. Не просто. У нас тоже есть еще композиторы, которые очень-очень любят поговорить. Ну, это может быть и с возрастом, так сказать, я не знаю, или, не хочу комментировать, каждый по-своему как он излагает. Нет, ну, у каждого свой характер, у каждого свое мышление, кто-то наоборот очень коротко и не старается развивать. Так, Тарас, я бы сделала так, мы сейчас давайте с вами попрощаемся до следующей встречи, мы с вами учимся, и я жду художественную работу, которую вы покажете. Вы мне сейчас перезвоните, принесете и покажете, хорошо? хорошо, хорошо, мне только чисто технически надо понять, как это, я подумаю, как это сделать, хорошо, хорошо, мы пока отключаемся. Да, мы отключаемся и на всякий случай прощаемся, я невероятно довольно беседой с вами, вот, и жду следующей встречи. Всего доброго, до свидания. До свидания.